Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. На базе Кочегой имени Умара Алиева прошла донорская акция, проводимая студенческим волонтерским клубом «Добро Кочегой» и Центром Крови Северокавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России города Лермонтово. В этом благородном деле приняли участие студенты вуза и жители Карачаевска. Подробнее об акции Алихан Лепшоков. С самого утра во дворе университета стоят белые фуры, где каждый желающий может сдать кровь и тем самым совершить доброе дело. Эта донорская акция является благотворительной, так как вырученные от сдачи крови средства студенты и сотрудники Кочегу передадут в пункт сбора гуманитарной помощи для Палестины в Карачаевске. Сотрудники станции «Переливание крови» подробно инструктировали всех и отвечали на вопросы, благодаря чему каждый участник чувствовал себя уверенно и защищенно. Исполняющий обязанности ректора Кочегу Таусултан Узденов подчеркнул важность в участии в этой благородной инициативе. Это у нас не первая акция, мы проводим ежегодно такие акции, но значимость этой акции в том, что все вырученные средства по призыву главы Карачаева Черкесской республики Рашида Борисбевича Темрезова будут сданы в центр помощи жертвам Палестины. И я надеюсь, что та осознанность, с которой подходит к этому делу наши студенты, преподаватели, это поможет развить наших, особенно у нашей молодежи, чувство сопричастности, сочувствия. Участие в этой акции является гражданским долгом для каждого жителя Карачаевска и отрадно видеть, как многие люди приходят на станцию «Переливание крови», отмечает представитель администрации мэрии Карачаевска. Карачаевский начал и продолжает свою работу по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Борисовича Темрезова в центр помощи жителям Палестины. На сегодняшний день мы уже собрали и денежные средства, собрали определенное количество и продукты. Сейчас мы находимся на территории Карачаевского государства университета имени Алиева, где проходит акция по сдаче донорской крови и все деньги, собранные на этой акции, также будут направлены в наш центр для помощи жителям Палестины. Мы с радостью принимаем участие в этой донорской акции, так как мы верим, что наше участие позволит внести свой вклад в развитие культуры донорства и в помощи нуждающимся, уверяют студенты. Важность в том, чтобы помогать окружающим, еще новый опыт, новые знакомства и выглядит как путь, начало чего-то нового, начало чего-то хорошего и светлого. По завершению сдачи крови участники могли отдохнуть и насладиться сладостями и ароматным чаем из этого огромного самовара. Алихан Эпшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Любовь к профессии длиной в жизнь. Римма Адакумова отметила день рождения. Она больше 60 лет своей жизни посвятила работе в школе. Она искренне предана своей профессии. Подробнее Альбина Ламкова. Гордость учителя в его учениках. Римма Адакумова – опытный педагог. Обучила и воспитала не одно поколение детей. Приезжают, навещают, поздравляют. Спасибо им огромное. А здесь я завучим по русскому языку в 16-й школе. В этом году, в этом учебном году я ушла. Мне сегодня 79 лет. Мне кажется, так и должно быть. Надо уступать дорогу молодым. Родом Римма Хаджимурзовна из аула Псыш. Профессия учителя выбрана не случайно. Я учителем стала, потому что мой папа был учителем. А в жизни он работал большую часть педагогической работы директором школы. Где трудно было, его туда посылали. Шанов, Хаджимурзов, Шуха Ибович. Ну и вот я даже пошла в школу с 5 лет. Не хотели принимать. Но развитие, наверное, было бурное. Педагогический путь Риммы Хаджимурзов навелик. По окончанию учебы в 1962 году молодого учителя направили работать в школу аула Инжичкун. Здесь она встретила свою судьбу. Вышла замуж и воспитала троих детей. Между работой и семьёй всегда находила баланс. Дома жена хозяйка, на работе специалист-профессионал. На счету у Риммы Докумовой семь выпусков детей из начальной школы Инжичкуна. Затем стала преподавателем русского языка. Проработала в сельской школе 40 лет. Ну, конечно, связи мы не теряем. Но я не хотела об этом. Но несчастье меня перевело в город. По приезду в город устроилась в 16-ю школу Черкеска. Трудилась завучем 21 год. Но ученики из Инжичкунской школы всегда вспоминают своего учителя. Поздравляют с праздниками. И сегодня очередной повод встретиться с первой учительницей. В этом году 30-летие со дня окончания школы было. С учетом еще окончания школы мы еще после окончания 6 лет, еще добавьте 36 лет, как мы у него выпустились. Она после начальных классов еще, как говорится, наши классные фотографии смотрим, она присутствовала всегда. То есть она нас оберегала. Не санами она всегда была. Чтобы она нас радовала еще долгие годы, чтобы она была у нас впереди, чтобы мы, смотря на нее, радовались. И мы могли строить свои планы по жизни с участием Римма Хаджимурзовна, чтобы у нее все было хорошо. Педагог с многолетним стажем благодарна своим родителям, которые с детства заложили в ней доброту и душевное тепло. Как считает Римма Хаджимурзовна, эти качества она пронесла через всю свою жизнь, чедро делясь ими с учениками. В то же время Римма Докумова была требовательна к учащимся. Но миссия всегда одна – дарить свою любовь и заботу детям. Педагог – это не профессия, образ жизни, уверена Римма Хаджимурзовна. Хорошо знать психологию детскую. Детей надо любить, у каждого свой характер. Одновременно и педагогику надо подходить к ребенку как педагог. Что бы он ни сделал, что бы он ни натворил, всякое бывает. Надо педагогику хорошо знать. Вот это, если совместно знаешь и любишь детей, всегда будет успех. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаево, Чекесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаево, Чекесия. В общественной палате Карачева-Черкесии прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам прошедших на территории республики до выборов депутатов в Государственную дому. Отмечен вклад представителей различных общественных и образовательных организаций в подготовку и проведение процедуры голосования, а также мониторинг процесса. Как ранее неоднократно высказывались эксперты, выборы в Карачево-Черкесии прошли без каких-либо нареканий, в чем немалая заслуга и этих людей. Также в общественной палате республики оценили работу участников акции «Все для победы». На этой неделе в филармонии Черкеска состоялось награждение победителя республиканского творческого конкурса на лучший материал по профилактике терроризма и экстремизма среди представителей региональных СМИ. Призерами конкурса в этом году стали 12 журналистов, в их числе и сотрудники ГТРК «Карачева-Черкесия». На церемонии награждения побывала Дарья Тендит. В торжественной обстановке для подведения итогов конкурса среди журналистов собрались представители телевизионных и печатных СМИ республики. С приветственным и поздравительным словом к собравшимся обратился министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Мурат Есинеев. Он отметил, что журналистам сейчас в эпоху распространения фейковой информации важно оставаться объективными и справедливыми. Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за вашу работу, которую вы делаете все вместе, особенно наших, будем говорить, призеров. Мы вас любим, уважаем, ценим. Еще раз поздравляю вас, творческих успехов. Но со своей стороны обещаем, что в следующем году мы постараемся, чтобы сумма премии была еще больше и количество претендентов тоже было больше. Журналисты ГТРК «Карачаево-Черкесия» в числе лучших отмечены почетными наградами и ценными призами от Министерства по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Республики. В номинации «Лучший телевизионный сюжет» Алла Динаева, «Лучший телевизионный публицистический материал» Ольга Савенко, «Лучшая операторская работа», «Репортаж авторский проект» Зумрад Халкечева. «Самый главный критик для нас – наши зрители, для которых мы работаем на протяжении долгих лет», отмечает Алла Динаева. Спасибо Министерству по делам национальности, массовым коммуникациям и печати за то, что проводят такие мероприятия. Ведь каждая награда – это стимул для дальнейшей работы. А коллегам по Перу желаю, чтобы у них было много творческих идей, вдохновения. Ну и самое главное, чтобы и в нашей прекрасной Карачаево-Черкесии, и в большой необъятной стране, и во всем мире мы жили под мирным небом. Почет традиций и современных тенденций коммуникации являются основными приоритетами в развитии культуры. Слово имеет колоссальную силу и влияние на общество. Журналисты – неравнодушные люди, которые готовы работать на поддержание мира и спокойствия нашей Карачаевой-Черкесии. Мир меняется, люди меняются. А в России, как было это и 100, и 200, и 300 лет назад, по-прежнему нужна доброта, милосердие, сострадание, справедливость. И вот мы в России и не врачи. Спасибо тем людям, благодаря которым я шла к этой награде. Спасибо. Будьте счастливы, любимые наши дорогие телезрители. Конкурс журналистов стал для республики традиционным, и каждый год интерес журналистского сообщества к нему не утихает. После торжественного награждения мероприятие украсили вокально-хореографические номера артистов нашей республики. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. В Ауле Хабец прошел вечер портрет. Я все сказал и сделал все, что мог, посвященный столетию великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. С начала года отделом культуры Хабецкого района было проведено множество мероприятий, посвященных жизни и творчеству Расула Гамзатова. Различные музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов порадовали всех собравшихся зрителей. В мероприятии приняли участие также представители Республики Дагестан в Карачаева-Черкесии Магомед Магомедов и Рамазан Манапов. Юные участники встречи портрета читали стихи дагестанского поэта и исполняли песни из его богатого творчества. Представитель Республики Дагестан Карачаева-Черкесии Магомед Магомедов выразил всем организаторам благодарность и отметил почетными грамотами. Мне еще хотелось бы здесь пользоваться случаем выразить славу благодарности всем городским и республиканским библиотекам, всем учебным заведениям, которые провели мероприятие по юбилею Суле-Черкесии Республики. Хотелось бы отметить еще, что из муниципальных районов и городских округов, к сожалению, такие мероприятия провели именно в Хабейском районе уже второй раз здесь. Здесь, как мне было сказано, и открытие, и вот сейчас открытие года расхода Камзатова, и в Малокорощенском и Моиспольном районе тоже было такое же значимое мероприятие. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных!